Здравствуйте, дорогие мои телезрители и подписчики на канале YouTube Голова Садова. Сегодняшняя тема, как защитить растение, когда оно уже у нас появилось в огороде, в саду или в цветнике. А чего это нам все-таки надо защищать растения? Все-таки они у нас болеют, да? Да, они у нас болеют, потому что в земле, да, вот, всего вот так, вот, находится великое множество всяких возбудителей грибовых, грибковых и бактериальных и так далее. И нам надо сделать все так, чтобы растение все-таки чувствовало себя комфортно. Вот что за препарат, который я вам сегодня предложу, вашему вниманию, вы сейчас увидите. Это, конечно же, глиоклодин, и я очень часто вам его рекомендую для того, чтобы защитить растение от болезней, которые у нас из земли выходят. Вот здесь 50 таблеток, здесь тоже 50, это все находится в одной коробке. Есть другая фасовка, я вам тоже ее покажу. В чем же смысл этого глиоклодина, его применения? Прочитав все, что написано на обратной стороне коробки, либо вот этой баночки, это тоже глиоклодин, вы должны понимать, что инструкция, вложенная внутри, для вас обязательно. Вы должны знать точно, при какой температуре почвы вносится вот эта крошечная таблеточка, и на какую глубину, и что вы должны после того, как внесли эту таблетку, сколько должно пройти дней, и что вы должны еще сделать, какой препарат еще должны применить для того, чтобы действие глиоклодина стало стопроцентным. Вы ведь почему-то не хотите ни считать, ни делать, а потом говорите, а мне не помогает. Слушайте, девочки, мальчики, я сто раз это слышала, помогает, если все делать правильно. Вы зачем деньги тратите? Причем хорошие деньги-то. Вот упаковка где-то стоит порядка 60 рублей. Это что, не деньги, что ли? Это полкурицы уже, я бы сказала. Поэтому давайте внимательно. Таблетка, я не буду рассказывать, как она применяется. Я знаю вас, вы будете делать так же, даже не прочитав. Нет, прочитайте, пожалуйста. Здесь, кстати, рекомендация. У нее очень хорошая рекомендация. Смотрите, информативная часть очень большая. Причем авторы не, знаете, напряглись и потрудились написать про все препараты подобные. Это и аллерин-Б, это и гомоир, это трихоцин, это сам глиоклодин. И все про них написано, кто когда применяется и зачем вообще они нужны. Это биопрепараты. Еще раз повторяю. Если ваши астры не хотят свистеть и просто бастуют у вас на участке, это значит, что вы астры опять посадили на то место, где они росли неоднократно. Вот тот гриб, который их поедает, вгрызаясь во все сосудистые части стебелька астры, доходя до ее бутона цветоноса, это страшный гриб. Это фузариум. Он у нас и под картошкой, и под чесноком, и под астрами. 25 лет нельзя сажать астры на одном месте, а мы все садим, и садим, и садим, и садим. Вот этот препарат как раз вызовет рост гриба, который антагонист, он противостоит фузариозу. Понимаете? Вот нельзя после картошки сажать чеснок, он хватает фузариоз. Нельзя после этого чеснока сажать гладиолус, они тоже хватают фузариоз. Страшное дело, как болеют. Это просто все. Белые слюни после них останутся. Вы почему этого не слышите? А картошка, которая вонючая, как сметана такая, фу, такая гадость. Это тоже масса болезней. А у вас все едино. Ой, у меня фитофтора. Ой, соседка не лечит, ко мне пришла. Да не пришла к вам фитофтора. К вам пришла масса растений, которые вы почему-то не знаете. Фитофтора придет последняя. Она там в августе, когда холодно, когда дождей много. Пожалуйста, прочитайте все, что про него написано. Вы что, гуглить не умеете, что ли? Да залезьте в эту Википедию, господи боже мой, откачайте там все, что про нее написано, про него, про этот препарат. И применяйте правильно и вовремя. И никто у вас болеть не будет. Но я вам не очень рекомендую помидоры по помидорам сажать. После перцев опять помидоры. Не получится. Попадетесь на удочку болезней. Ну а теперь всего доброго, с Новым годом вас и до свидания.